Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Варфоломеев Гаджетс Технологи. Перед началом данного выпуска предлагаю подписаться на канал, поставить лайк этому видео, сделать репост и нажать на колокольчик. Тем самым вы поддержите меня и большое вам за это будет спасибо. Сегодня мы с вами поговорим о смартфонах, а точнее о моделях смартфонов, либо о брендах, которых нужно остерегаться, а точнее остерегаться покупки. Потому что есть у нас такая штука, что мы, народ русский, любим что-то побюджетнее купить, что-то подешевле. Особенно если ты увидишь, что в смартфоне за 2,5 тысячи, я сейчас условно говорю, есть NXE, ты типа такой, вау, все, пушка, нифига подобного. Поэтому есть такие бренды, на которые люди часто в силу своего финансового состояния это делают и так далее. Лучше тогда не надо, лучше возьми себе тапик просто, чем взять это. Сегодня мы поговорим с вами о брендах, либо об отдельных смартфонах, покупки которых стоило лучше бы избежать. Я более чем уверен, что кому-то не понравится тот или иной смартфон, который будет в моей подборке, но это мой личный опыт и мое личное мнение, с которым каждый может быть несогласным, либо наоборот, либо у кого-то поменяется мнение. Первый смартфон Vertex, а точнее первый бренд Vertex. Ничего личного, но в свое время я, а также мои многочисленные бывшие коллеги по России в сфере продавцов сотовых операторов, магазинов техники, были и есть такого же мнения и также ненавидят смартфоны и кнопочные телефоны данного производителя. Китайская компания, производящая бюджетные устройства, данные аппараты безумно легко продать из-за их цены, но когда не было начальства или мы знали, что к нам не нагрянут, мы убирали их с пола, либо переводили покупателей на другие марки. Сколько я в свое отработанное время продал телефонов и смартфонов данного бренда, ровно столько же раз возвращались эти же покупатели с возвратом, либо для того, чтобы отправить данное устройство на ремонт. Телефоны ужасно бюджетные, ужасно лагают, глючат, долго грузятся, после их использования ненавидишь просто весь мир. Как правило, основные проблемы у них почти всегда были с батарейками, с сенсором и с ожиданием, то есть с временем. Под ожиданием я имею в виду это загрузка, поступает звонок, мелодия играет, на телефоне еще не отображается, отклонить либо принять и так далее, и так далее. Я не ругаю компанию. Понятно, что за такую стоимость, как бы, что вы хотите. Ну, блин, есть же типа Xiaomi, но сейчас уже не Xiaomi тогда, а Redmi. Вот, допустим, тот же смартфон Redmi Go, там, за условные 5000 рублей. Дорогие друзья, это настоящий флагман в сравнении с устройствами Vertex. Даже пускай этот Vertex будет за 9000, он все равно полное говнище по сравнению с Redmi Go. Особенно очень часто берут кнопочные телефоны. Бабушкам, дедушкам, мамам, папам и так далее. Конечно, телефон за 490 рублей, ну, он привлекает. Но оно того не стоит, друзья, сколько вы с ним намучаетесь. И вроде деньги небольшие потратили, но и телефон по итогу не рабочий. Так что мой вердикт к покупке не рекомендую и не одобряю. Следующий бренд, на котором, возможно, я сейчас получу много плохих отзывов, либо воскликов, что ничего не смей трогать. Это крутой бренд, нихера, это говнище. И это Micromax. Долго распыляться я не буду на этом бренде, но ситуация абсолютно аналогична предыдущей компании. Micromax индийская компания, и там бюджетные смартфоны очень ценятся. Это я имею в виду в Индии. Из-за их уровня жизни, хотя у нас порой уровень не лучше. Но все равно в защиту могу сказать, что Micromax получше Vertex будет. Получше. Есть неплохие, прям были такие у них устройства, достаточно прям неплохие, которые долгосрочные, долго работали, но все это все равно относится к говну. Компания также делает и кнопочные, и сенсорные устройства. Их аппараты будут пошустрее Vertex. Но точно так же люди возвращаются с поломками. Часто, кстати, не работает разговорный динамик, либо воспроизводящий мелодию звонка. Это, ну, основной я имею в виду, это просто ад какой-то. Поэтому вердикт также к покупке не рекомендую, не одобряю. Следующий бренд это Dexp. Российская компания с китайским сердцем. Компания также относится к бюджетным устройствам и имеет аналогичные проблемы с предшественниками. Насколько я знаю, Dexp занимается производством различной техники и имеет определенную популярность. Но почему же с мобильными устройствами все настолько ужасно? Я объясню, почему так зол на эти компании Xiaomi, когда поперли против всего рынка со своими бюджетными смартфонами, они в открытую заявляли, что прибыль от продажи смартфонов они получают мизерную. Продажи идут с накруткой в 1-3%. Это были просто золотые времена. Не то, что, конечно, сейчас Xiaomi. Только судите сами, как бы. Кто сейчас Xiaomi? А кто сейчас Dexp, Vertex, Micromax? Я не Xiaomi-дрочер, я уважаю этот бренд. Но Xiaomi уже мировой действительно бренд, который вышел на уровень дорогих смартфонов. А кто такие Dexp? Ну реально. Ну, смотрите, я нормально отношусь к Dexp. У меня как бы холодильник Dexp прекрасно себя показывает уже несколько лет. Просто ребята из Dexp умудряются делать смартфоны бюджетными, но с накруткой в 100, а то и более процентов. И на выхлопе мы имеем как бы то, что имеем. И имеем мы ужас. Но у данного бренда, еще раз повторюсь, приличная техника для дома. Весьма высокого уровня. Поэтому здесь как бы я снимаю шляпу. Но сегодня мы говорим именно о смартфонах, о планшетах и так далее. Поэтому мой вердикт смартфоны данного бренда к покупке не рекомендую и не одобряю. Двигаемся дальше. И это Irbis. Не хочу долго на ней останавливаться. Я думаю, многие знают Irbis и по планшетам. Часто то МТС и Мегафон и так далее. Beeline тоже, по-моему, продавали эти смартфоны под своим брендом и так далее. Как и с Micromax, кстати, было. Irbis это такая же бюджетная компания, как и предыдущие. Также один из лидеров по поломкам. Очень часто их планшеты продаются, как я и говорил ранее, под брендами самих магазинов, либо сотовых операторов. Я не могу больше не заострять внимание на них. Если вы хотите, конечно, чтобы я рассказывал о проблемах, которые часто у них встречаются, то как бы можем для этого сделать отдельный выпуск. А мой вердикт по Irbis к покупке не рекомендую и не одобряю. Следующий бренд Digma. Такая же история. Сам бренд достаточно раскручен, как бюджетная компания. Продается очень часто в больших гипермаркетах и так далее. Не советую, тем более, приобретать в таких магазинах. Уже на этапе покупки может произойти неловкая ситуация с возвратом, либо обменом телефона. У меня такое просто было. Уважаемые друзья, наш выпуск, к сожалению, или к радости подошел к концу, поэтому пишите в комментариях ваши варианты тех самых ужасных брендов или смартфонов. Сразу хочу остудить пуканы некоторых ребят, а то сейчас начнут хвалить Dexp, Micromax, вот то, что они у них по 5 лет отработали и так далее. Повторюсь, это мой личный опыт. Второе. Многие из вышесказанных брендов делают и другую технику, которая более-менее норм в бюджетном сегменте. Те же самые Dexp в 2013 году были очень крутыми аппаратами в какой-то степени. Точнее, у компании Dexp были крутые смартфоны в 2013 году. Потому что в России еще сильно низвенели такие компании, как Meizu, Xiaomi, Huawei. Хотя Huawei были, но на тот момент это было тоже ужасное дерьмище. Поэтому, повторюсь, пишите в комментариях, с удовольствием выслушаю ваши истории, ваше мнение, с чем вы сталкивались и так далее. Безусловно, найдутся защитники данных брендов. И, пожалуйста, друзья, пишите все что угодно. Я просто, что хочу сказать. Смотрите, вы, допустим, купили там отцу Dexp, к примеру. Ну, давайте Digmon, я не знаю. Пускай там Micromax. Блин, круто работает смартфон все. Потом купили матери. Потом купили себе. Как бы все. У вас такой нечастый случай, да? И все нормально работает. Хотя, не знаю, как молодому человеку, допустим, приобрести смартфон в компании Micromax. Сейчас, вот, мы, те, кто, вот, ну, я ранее работал в этой сфере, я продавал, и я в день их, как горячие пирожки, продавал. И вы скажете, блин, ну ты же и другое что-то продавал. Типа, почему же ты не обсираешь именитые бренды? Я вам расскажу. Xiaomi, Huawei на тот момент так сильно не продавались, когда я работал. Но Samsung. Samsung это было просто бомба. И Samsung от G1 Mini Prime, да? От бюджетного до, на тот момент уже ноуты были, ну, я имею в виду, в таком виде, как они сейчас. До них даже. Ну, даже возьмем тот же ценовой сегмент, вот, там, 5000 до 35000. Они каждый день, реально, там их уходило достаточно большое количество, да? Там, к примеру, 5-10 смартфонов, я к примеру говорю. Micromax уходило так же, допустим. И всех тех брендов, каждого по столько же. То есть, равное количество. И возврат с Samsung был 1%. Возврат с теми брендами был 80%. 20% из них я могу 10 убрать. Это 10, которые просто не захотели идти, либо там еще какая-то ситуация, либо не любят ругаться и так далее. А еще 10, это у которых действительно ничего не сломалось. Такое мое мнение, друзья. Повторюсь, пишите в комментариях. Также подписывайтесь на канал Варфоломеев Гаджетс Технологис, ставьте лайк. Увидимся позже.